Дмитрий Доронин, Михаил Мельников, Рамил Алиев, Александр Кузьменко, Владислав Андросов, Александр Мельниченко, Михаил Сулимов, Вадим Панков и Виктор Чварков. Отмечу, что двое последних вошли в состав сборной Беларуси на вторые европейские игры. Этот турнир входит в календарь Европейской конфедерации бокса. На нем присутствует супервайзер из России для оценки качества проведения турнира. Сергей Бердник, призер первенства СССР среди молодежи 1979 года, судья международной категории АИБА и член судейской комиссии Всемирной ассоциации любительского бокса. Бои интересные, захватывающие. Я считаю, что белорусский бокс всегда был на высоте. И он продолжает таким быть. У вас есть хороший боксер из Гомеля в 75 килограмм. Я думаю, он попал на европейские игры. Я думаю, у него есть все шансы показывать хороший результат. Поединки проходят на базе Гомельского областного центра Олимпийского резерва «Единоборств». Полуфиналы пройдут завтра, финалы 4 мая. Начало в 15.00 и 11.00 соответственно. Сегодня в Гомеле стартовали областные Олимпийские дни молодежи по пляжному волейболу. За медали высшей пробы борются юноши и девушки 2002-2003 годов рождения. По три мужские команды выставили Гомель, Жлобин и Карма. По две женские – Гомель, Жлобин, Карма, Мозырь, Новая Гута и Житковичи. Эти соревнования являются отборочными на республиканские Олимпийские дни молодежи, которые пройдут в Молодечно 25-27 мая. Гомельская область в основном доминирует на республиканских соревнованиях. Девочки, мальчики – первые, вторые, третьи места всегда на республиканских соревнованиях. Это уже на протяжении 5-7 лет. Очень хорошо срабатывают школы Центроолимпийского резерва Жлобина, с Дюшор – Мозырь, Жемчужин на Полесье, и с Дюшор – Энергия, первичная организация профсоюзная, Гомельская ТЭЦ-2. Соревнования проведены на хорошем уровне, на хороших площадках играем. Команды подобраны, ну, все одинаковые. Нет такого, что кто-то явный фаворит, кто-то слабее. Все игроки хорошие, много знакомых, с которыми принимали уже участие в разных соревнованиях. Пары отлично собрались. Соревнования будут хорошие. Игроков, которые собираются играть на республике, за область, и на европейских первенствах – это очень важное соревнование для отбора. Соревнования проходят на стадионе «Луч». Сегодня определили полуфинальные пары. Они будут бороться за выход в финал. Матчи за призовые места пройдут 4 мая. В Гомельской области прошло открытое первенство среди юношей и девушек по пожарно-спасательному спорту. За главный трофей боролись 15 команд со всей Беларуси. Соревнования проходили по двум дисциплинам – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. По результатам соревнований в общекомандном зачете третье место заняла команда Гомельского областного управления МЧС. Серебро везла домой дружина Витебского областного управления МЧС. Главный трофей остался в Гомеле. Его завоевала команда Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Белорусская федерация киберспорта проводит отборочный тур республиканского турнира «Битва городов». Региональные команды получили шанс заявить о себе. Лучшие коллективы отборочных туров получат билет в Минск на гранд-финал и смогут побороться за призовой фонд в 6 тысяч белорусских рублей. Чтобы участвовать в турнире, нужно собрать свою команду и зарегистрироваться на сайте Белорусской федерации киберспорта. К соревнованиям допускаются участники не младше 16 лет. Они будут показывать свое мастерство на специальных игровых компьютерах с профессиональным оборудованием. Отборочные встречи уже прошли в Могилеве и Витебске. В Гомель «Битва городов» приедет 17 сентября. Завтра в Гомеле стартует областное первенство по гребле на Байдарках и Кануэ. За призовые места будут бороться юниоры и юниорки 2001-2002 годов рождения, а также юноши и девушки 2003-2004 года рождения. Всего участвует 180 грибцов из Гомеля, Светлогорска, Мозыря, Рогачева, Петрикова и Будда Кошелева. Выступать на первенстве будут и лидеры республики Кирилл Корсаков, Никита Матушко, Юрий Чистов, Елизавета Реут и Алина Сидорова. Соревнования стартуют завтра на Грибном канале в 10.00. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Микно. Оставайтесь на Беларусь 4.